Ребенок не дышит, пульса нет. Командует опытный врач-неанатолог и молодые специалисты приступают к реанимации новорожденного. Быстрыми и четкими движениями медики восстанавливают проходимость дыхательных путей и начинают массаж сердца. Мы продолжаем искусственную вентиляцию легких с непрямым массажем сердца. Мы находимся сейчас на стопроцентном кислороде. Все это делается автоматически. То есть сейчас мне уже не нужно считать, я уже примерно сама все могу сделать. Так, в перинатальном центре «Мама» проходит медицинский мастер-класс по отработке техники интубации трахея новорожденного на новом тренажере-манекене. За всем следит и руководит процессом главный внештатный неанатолог Ульяновской области Тимур Ганединов. Мы подготавливаем здесь и молодых специалистов, и ординаторов, и интернов. И современная тенденция такова. Прежде чем приступить к работе с детьми, человек, врач должен отработать все вот эти манипуляции, все методики на манекенах, на куклах. Потому что на человеке, на живом существе учиться нельзя. Манекен имитирует родившегося ребенка и позволяет отработать практические навыки по первичной реанимации новорожденных молодым специалистам, в том числе и районно врачам. В итоге практика на тренажере способствует оказанию высококвалифицированной помощи при рождении детей, а в результате снижает перинатальные потери и инвалидность. В обязанности любого врача-неонатолога входит умение оказать первичную реанимационную помощь. Поэтому наличие таких симуляционных классов – это отличная возможность порепетировать любую ситуацию, которая может сложиться при оказании реанимационной помощи. Уменьшить перинатальные потери – это главная задача, которая стоит в национальном проекте здравоохранения. Основными результатами данного проекта станут снижения до 2024 года почти на 14% смертности детей в возрасте до года. Для повышения качества медицинской помощи женщин в период беременности и родов в рамках проекта запланировано приобретение медицинского оборудования в профильные медицинские организации с 2019 по 2021 годы на сумму более 27 миллионов рублей. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ.